Тема этого видео, как вылечить пробитый радиатор, устранить утечку антифриза, тасола. В конце видео я вам скажу самый лучший вариант. Многие рекомендуют вылечить пробитый радиатор или устранить утечку антифриза с помощью горчицы, крахмалом или можно применить специальные парашки с жидкостью разных производителей. Вот некоторые советы, которые можно прочитать на форумах. Если течь устранить не удается другими методами, лучше в радиаторе засыпать карчицу. В радиаторе или в системе охлаждения засыпать нужно примерно 50 тонн карчицы. Если течь не прекратится через 10-20 тонн, то еще немного подсыпать. Течь временно можно устранить деревянные чопыки и спокойно доехать до дома или гаража. Но где правда? И как лучше поступать, если обнаружена течь? Корчицей или средством разных производителей радиатор можно залечить насмерть. Они действительно могут устранить течь в системе охлаждения, но попутно забьют плотными камочками трубки основного радиатора и печки обогрева салона. Так что рекомендую забить про этих методах. Эти дедовские методы допускаются только лишь тогда, когда у вас безвыходная ситуация. Например, вы в лесу или далеко от трассы. Я однажды применил манон. Вот что произошло, когда в системе я залил манон. Два раза потом менял радиатор печки. В результате такого лечения система охлаждения в большинстве случаев может потребовать тщательной промывки или дорогостоящего ремонта. Например, это замена помпы, термостата или всех радиаторов. Поэтому не рекомендую, если это крайне необходимо, применять для лечения такие методы. Такие методы, допустим, если у вас безвыходное положение, но после ремонта обязательно тщательно промоете все системы охлаждения от напора. Если в системе у вас пропадает охлаждитель, это во всем не обозначает, что у вас пробит радиатор или трубка. Если у вас в системе пропадает антифриз и вы не можете обнаружить, где он отчет, рекомендую посмотреть видео, куда уходит, оттевается антифриз, а соль из расширительного бачка, если течи нету. Ссылку вы найдете в описании этого видео. Итак, исходя из всего этого, можно сделать главные выводы. Если у вас не совсем старая машина и уважаете ее, лучше вообще не засыпать эти гадости охлаждения в системе. Лучше покажите проблему профессионалу, механику и отремонтируйте ее.